Итак, ну что ж, Ария Рума и Маленький любезли покушать, и это великолепный Майнкрафт с модом Create. Допомню то, что в прошлой части мы остановились на том, что выполнили все квесты практически в третьей главе, и нам нужно сейчас, как ни странно, продолжить ее завершение в главе 3А, а для этого нужно завершить квесты по энду. В связи с этим мы нашли в прошлой части портал Вент, и отправляемся. Теперь же нам предстоит убить этого дракона, и уже дальше что-то придумать остальное. Предварительно, конечно же, я сгонял домой, получше подготовился, запался чуть побольше еды, взял с традиционных блоков, и я надеюсь, что у меня обязательно все получится. Первый. Второй. Четвертый. Еще. Вроде я кристалл уничтожил, теперь настало время мочить дракона. С лука я его все-таки убил, заняло это просто 10 минут большей части ожидания, когда уже он прилетит на эту платформу, и когда же он сможет там убереть. Хорошо, что дропает нам опыт, все, что он нам дропает, это очень, конечно, замечательно, 69 уровней, и это все, я ожидал чего-то большего, не знаю, там, чешуек с него каких-то упадет, например. Мне, конечно, дропнулось, вот чешуя дракона, но это было слишком как-то неожиданно, и просто потому, что я его здесь бил, но допустим. Яйцо дракона я, конечно же, себе здесь заберу. Интересно, оно где-нибудь участвует. Из него можно создать мистическое яйцо, его можно продать, и все по факту, да? Ну, замечательно. Получается, еще не конец мы завершили. Дальше нам нужно сделать далекую экспедицию. Мне нужно отправиться на внешние острова и найти куазавовые кустарники. Думаю, мне понадобится большое количество эндер-гласса для того, чтобы путешествовать сейчас по островам. Заодно получится, если я залутаю несколько городов края, то уже, я думаю, будет неплохо. Мне только сейчас в голову пришла идея, может быть, стоило запастись фейерверками, прежде чем отправляться в другое измерение. Мне очень бы не помешали элитры, на самом деле, но ладно. Уже идем с чем имеем, потому что возвращаться сюда будет очень долго. А, вот и новое измерение, здравствуйте. Я заспавнился просто на острове. Следующий остров находится вот здесь вот, и не факт, что он большой. Ну да, я тпшнулся, но уровень моего везения просто невероятен. Придется просто строить пластину из блоков, что еще у меня остается. У меня закончились все строительные блоки. Мне пришлось построить вот такую вот платформу здесь. Изначально я вообще не в ту сторону начал строить. Главное, что я уже добрался до острова. Главное, что у меня восстановлена жизнь, и можно наконец-то начинать полноценные поиски. Но что-то мне подсказывает, что это будет крайне долго. А вот этот лес, видимо, мне сюда нужно было, потому что вот они именно достижения, во-первых. Во-вторых, вот они, видимо, плазаровые кустарники, которые мне были здесь нужны. И, судя по всему, их нужно добывать с помощью ножниц. И скажите, пожалуйста, что да, они у меня есть, это замечательно. У меня есть высокий плазаровый кустарник и плазаровый просто кустарник. Я надеюсь, что для них не нужно ничего такого специализировано, поскольку они должны расти, в принципе, на чём угодно. Но, судя по всему, нет. И они могут расти только на плазаровом шистом эдернике. Стоять. А как мне это собрать, если, допустим, у меня нету шёлкового касания с собой вообще никакого? И как мне быть? Так, я немножечко тут поизучал всю эту тему. Ну, есть у нас способ, как мы можем выращивать эти плазатовые системы благодаря фотогенному облучателю. Но вопрос тогда, как мне плодить эти самые кустарники, подводит меня сборочка в плане объяснений под конец. Я думал, что тут будет что-то более такое кардинальное. К сожалению, такого здесь нет. Есть тут система крафтов, по которой из кустарника мы получаем один высокий кустарник. Из высокого кустарника мы можем на фотогенном облучателе получать сгусток. А из сгустка мы будем получать слизь и кустарник. А, в количестве трёх штук мы будем получать кустарники. Вот, видимо, цикл и заткнулся. Нам, получается, минимум нужно в три фотогенных облучителя для того, чтобы замкнуть этот цикл. И для того, чтобы сделать нормальный цикл выращивания этих высоких кустарников. Жесть какая-то. Ты кто? А, ты совсем не кусаешься, да? Ну, хорошо. Тебя патают. Курки. Хорошо, а из этих шкурок что они делаются? Достаточно много что. Жакет. Несокрушимый. Надеюсь, что это типа элита. 50 секунд левитации? Это что, у меня до конца жизни что летать? Я так понимаю, здесь мне больше вообще делать нечего. И нужно потихонечку выбираться отсюда. Ну вот мы наконец-то дома. Можно даже уже и поспать. Это было достаточно долгое приключение. И не сказать, что очень интересное. Получается, мне сейчас нужно сделать небольшую систему, которая создавала бы нам возобновляемые источники плазаровых кустарников. Для этого мне понадобится сейчас немножечко скрафтить еще себе рамок механизмов. Так, готово. А, вот, 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 вот. Почему я в прошлой части этого не нашел? Очень хорошая загадка. Но сейчас мы можем создавать охладители, парализеры, инпускуляторы какие-то, лесопилки. И получается вот эти вот системы, вот эти вот машины могут заменять вот эти вот целые блоки, которые я здесь нагородил. Из-за которых неизбежно у меня тут очень сильно присерживается FPS. И благодаря вот этому всему я смогу оптимизировать просто сборочку до невозможности. Это очень даже замечательно. Но пока что я хочу сосредоточиться непосредственно на облучателе. Но крафт, как я погляжу, у него не самый простой. Для него нужны какие-то алюминиевые слитки. Это сплав. В принципе, сплав делается легко. Серебро, медь и glowstone. Хорошо, давайте сейчас попробуем. Я считаю, достаточно большой просчет со стороны сборочки. В том плане, что в поставках у нас нету glowstone. И никак мы glowstone не можем покупать за счет серебра. И сейчас из-за этого мне приходится в аду его вот таким вот незамысловатым методом добывать. Чтобы попробовать вот этот алюминид хоть как-то реализовать. Неожиданно. Цветокаменная пыль не плавится у меня в плавильне. Тогда прошу прощения, как мне это получить? В магмовом тигеле. Ух ты. Glowstone должен плавиться. То есть его как-то можно туда помещать. Но видимо это работает не совсем так, как мне нужно. И он здесь получается плавится только в тигеле. То есть нам нужно сначала, прежде чем создать облучатель, нам нужно создать тигель. Без проблем, если так можно. У меня только другой вопрос теперь. Способен ли буду я теперь эту магму поставлять в тигель? Поскольку я не уверен, что это так будет работать. Но допустим. Магмовый тигель мы создаем. Крафт у него достаточно простой. Теперь же мне нужно придумать две вещи. Первое, с помощью чего я буду его запитывать. Но скорее всего я буду все вот это вот безобразие, которое будет задействовано с помощью машин и работающих на электроэнергии, буду запитывать непосредственно с помощью двигателей стерлинга. О! Сработало! Только что перелил в эту плавиню. Я делал изначально все не так. Оказывается, жидкость нужно помещать не в контроллер, а с помощью вот этого вот обожженного слива в эту самую печь. И благодаря чему у нас здесь получается необходимая нам смесь. Но как я погляжу, нам этого глоустона потребуется гораздо больше. Пусть он у нас здесь потихонечку плавится. А мы пока займемся с вами другими вещами. Например, нам нужно получается здесь делать чужеземные сплавы. Для этого нам нужно получать слиток эндера. Он делается с помощью индукционной плавильни. То есть она инвар, песок, плавильная печь и рамка механизма. В принципе, вообще ничего сложного. Самое сложное, опять-таки, это придумать способ, как запитывать это все безобразие энергией. Успешным образом индукционную плавильню я здесь получаю себе. И нужно максимально использовать два ЦРФ. То есть обычного стилинга здесь хватит за глаза, по идее, да? Хорошо. Но что-то мне подсказывает то, что нужно это все делать уже по-правильному. Централизировано. Пусть это, конечно, печка здесь стоит, но без автоматики это все бесполезно. И нужно нормально все это автоматизировать и завершать. Я не думаю, что понадобится мне автоматизировать систему с глоустоном. Но если вдруг, что ее автоматизировать в любом случае мне не получится, как бы мне не хотелось. Я не могу просто брать и получать из воздуха глоустон. Он добывается только в аду и только вот так вот в ограниченном количестве. Из воздуха создавать его, конечно же, не выйдет. Но мне ничего тогда ни другого не остается, как ждать, когда у меня появится необходимое количество светокаменной пыли. И пока я жду, я буду пытаться найти способ, как же мне передавать эту энергию по проводам. Потому что я хочу, по крайней мере, в моих планах сделать, допустим, какую-нибудь систему централизированную. Из которой провода уже будут по всей базе расходиться с этой самой энергией. Так бы мы смогли обойтись малой кровью. И так бы, по-моему, было бы самое правильное решение. Литиум-4 слитка. Замечательно. Это просто прорыв. Сейчас давайте немножечко будем потихоньку выплавлять это все. Пока я все это изучал, я не обнаружил. То есть я посмотрел и в интернете, я посмотрел в самой сборке. Я просто здесь не нахожу, как мне передавать эту энергию. То есть единственный вариант, как мне это все безобразие организовывать, это создавать энергию по факту. Это единственный вариант, который я могу здесь придумать. Это, в принципе, реализуемо. Для этого, в принципе, никаких мне серьезных таких проблем не должно создать. У меня здесь есть энергетические кубы, которые я могу это все перетусовывать. То есть с помощью них я могу как-то это организовывать более лучшим образом. Я надеюсь, что получится у меня как-нибудь потом организовывать передачу дистанционной энергии, но это если прям все сильно так повезет. Это я создам, получается, сейчас только одну шестеренку, а мне их нужно две. А, жесть какая! То есть мне еще столько же нужно ждать, наверное. Жесть, конечно. Ну ладно, сейчас еще подождем. Я, в принципе, готов ждать. Главное, чтобы у нас вся эта система работала. И мы уже практически создали одну, получается, машину. По крайней мере, мы вплавину ее создали. А таких машин нам надо еще две для автоматизации всего этого процесса. Создаем первый фотогенный облучатель. Ура, ура! Теперь же мне нужно создать, получается, систему, которая бы работала и которая была бы размещена где-нибудь, ну, в принципе, вот здесь. Вот, наверное, достаточно пространства для ее размещения. Поскольку потом вот эти вот самые кустарники мы будем куда-то в другое место поставлять. И нам нужно будет сделать так, чтобы они попадали у нас в индукционную плавильню, которую мы до этого создали. Вот в таком вот масштабе, в таком количестве. Кстати, тут неплохо было бы использовать еще и эндер глаза. Но зачем, если мы можем использовать вот эти вот частички эндера, которые у нас здесь успешно давным-давно хранятся? Фотогенный облучатель. Что ты такое и с чем тебя едят? Тебе нужна энергия, вода, судя по всему, и вся остальная система, с помощью которой все это будет существовать. Вода, по-моему, у нас где-то даже успешным образом берется, создается и существует. Водные накопители. Это не что иное, как медная машина и ведро. В принципе, достаточно легко. С помощью труб нам придется туда воду вывозить. Прекрасно осознаю то, что мне понадобится в этот раз очень большое количество генераторов стерлинга. Также давайте попробуем с вами создать энергетическую ячейку. Для нее вообще ничего сложного не надо. А, это для рамки. Жидкостные ячейки. Вот, энергетическая ячейка. Для нее, в принципе, ничего сложного не надо, но, пожалуй, попробуем пока обойтись без нее. Поскольку не знаю, как я должно это все выглядеть в наилучшем виде. Но пока что попробуем сделать это так, как я вижу эту всю систему. Так, получается, у нас здесь должно быть стоять три этих самых фото каких-то там нагревателя, излучателя, неважно. Только с границей в два блока, пожалуй. То есть, получается, вот здесь вот стоит у нас стерлинг. На нем потеенный излучатель. Стерлинг мы запитываем, это вообще не сложно. Сейчас нужно сделать систему, которая давала бы нам сюда воду. Так, водный накопитель готов. Теперь с помощью механической помпы нам это нужно воду всю выкачивать. Также мне сейчас понадобится большое количество труб. И, по-хорошему, гигантский крутящийся момент, приходящийся на эту помпу. Я надеюсь очень сильно, то что мне хватит этого крутящегося момента. И мне не понадобится делать здесь дополнительный ветряной генератор. По крайней мере, на этом этапе. Если нам понадобится он потом, то это вообще другое дело уже. Я размещаю ее пока что так, поскольку вот здесь вот у нас уже будет стоять другой стерлинг-генератор. И вот здесь вот тоже будет он стоять. Дальше что у нас, получается, происходит? Сюда мы подаем крутящийся момент. Вода у нас, по идее, должна была пойти очень медленно, но пойти... Ладно, пока что медленно. Если что, потом ускорим. Хотя я вряд ли думаю, что прям понадобится гигантское количество этого самого базарового кустарника. Так, теперь его здесь мы обязательно размещаем. И пошло-пошло-поехало. Скорость безумно маленькая, но я знаю то, что это все можно ускорять. Насчет энергии. 20 кило РФ затик. Вообще без проблем. Пользуйся сколько тебе влезет. У нас этой энергии просто вагоны. Там у нас энергия тоже потихонечку создается. И Glowstone плавится. Сюда у нас все приходит. Все потихонечку у нас работает. А мне остается только ждать, наверное. Просто другого выхода я здесь не вижу. Мне очень не нравится тот факт, что работают эти машины крайне медленно. А у меня просто выхода ничего другого нет. Просто как ждать? Я все-таки намерен в этой серии завершить хотя бы создание автоматически вот этих самых высоких пуазаровых кустарников. Насколько у меня это получится. Прошло очень большое количество времени, но я все-таки доделал всю эту систему. Я разместил и скрафтил все три фотогенных облучателя. Они работают в единой системе. То есть у нас вот здесь есть система, по которой идут у нас все вот эти вот необходимые нам сгусточки. Нужно не забыть, конечно же, это все запитывать с помощью угля, потому что это единственный источник нашей энергии. И по-другому мы просто их запитывать сейчас не можем. Как только я сделаю резонаторские штуковины, мы обязательно с вами сделаем так, чтобы это все питалось у нас от лавы, но не сейчас. Сейчас наша основная задача сделать так, чтобы вся эта система работала и функционировала. Получается, из этого фотогенного облучателя у нас происходят те самые необходимые вещи, которые у нас должны помещаться в индукционную плавильню. Я уже в эту самую плавильню вывел эндер резонат, который вон там у нас производится, здесь у нас замечательно помещается. Дальше у нас получается в соотношении один к одному, либо сюда, либо сюда идет. Там их производится одна штука, он будет поочередно туда-сюда пускать, я думаю, это нормальное упущение. Здесь же у нас эти самые уазатовые кустарники производятся и производится дальше просто вот как промежуточный этап до следующего получается нашего этапа. Из которого, получается, вот эти вот самые сгусточки пуазатовые будут возвращаться обратно в систему. Они возвращаются в любом случае больше, чем мы отдаем, так что у нас все должно быть замечательно. Также помимо маленьких кустарников у нас здесь идет слизь, которая по факту нам вообще здесь не нужна и которой бы здесь не должно быть по-хорошему. В любом случае, я думаю, мы настроим обязательно здесь сортировку этой самой слизи и все у нас будет замечательно. Сортировку я имею ввиду в том плане, что как минимум здесь у нас выходит только к кустарнике, а слизь у нас будет куда-нибудь, не знаю, уничтожаться, без разницы мне по факту, лишь бы не шла у нас в систему она. Так, здесь мы также должны разместить воронку и сюда какой-нибудь блок, чтобы у нас все это не перелетало, допустим, блок земли. Все, все это готово, все это функционирует и получается это замкнутая система, которая через какое-то время должна уже функционировать целиком и полностью, но как долго это будет функционировать, это уже другой вопрос. Насчет воды, которой я переживал, здесь вообще переживать не надо было и количество, которое нам передается благодаря вот этой маленькой системе и вот этой маленькой скорости вполне хватает. Самая главная проблема здесь и сейчас это нехватка серебряных слитков. По-хорошему, серебряные слитки мы производим в той системе, но как их помещать сюда? Это другой вопрос, который требует отлагательных уменьшений и пока я ни к чему иному не пришел, кроме как сделать так, чтобы серебряные слитки запиховывались сюда в полуавтоматическом режиме. Я запихнул уже сюда 16 серебряных слитков, по факту 16 систем у нас должно быть здесь рано или поздно проведено. Не стоит забывать о том, что слитки эндериума, которые мы здесь будем получать, помогут нам в будущих наших проектах сделать так, чтобы мы получали необходимые ресурсы по всей карте. То есть мы без проблем сможем создать телепорты и тогда уже телепортировать те предметы вот сюда без вообще каких-либо проблем. Единственное, что я забыл, сюда вот опять крутящийся момент подвести, но это сейчас быстро решится. И вот наши первые слитки эндериума. Поздравляю вас! Из них мы должны сделать такой же индукционной плавильни, благодаря индукционным механизмам, которые мы производим вот здесь вот. Вот эти самые загадочные механизмы. Идут они к соотношениям один к одному. Пока что я морально не готов для того, чтобы это все делать. Нам нужно будет скрафтить еще одну индукционную плавильню, ее разместить где-нибудь вот здесь вот, думаю, для того, чтобы отсюда брать эти самые механизмики. И все у нас тогда будет наилучшим образом организовано здесь. Насчет квестов. Мы, получается, вот этот квест полностью завершаем. Получаем фитогром, допустим. Этот квест у нас уже успешно выполнился. И, получается, в следующей серии нас будет обязательно ждать завершения главы. На эту серию было потрачено очень большое количество сил и времени. Больше, чем когда-либо. И я надеюсь на вашу поддержку в комментариях к этому ролику. Ну и тогда в таком случае на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok